Я радикально против использования животных для еды и для того, чтобы развлекаться. Я считаю, что это живые существа, и они также испытывают страдания, как и мы. И в некоторых странах теперь некоторые дикие, с нашей точки зрения, животные считаются законодательно разумными, и их нельзя обижать никак. Тем более убивать. Издеваться над ними в цирке и в прочих загонах, лишать их свободы, так же, как других осознающих и чувствующих существ, это нехорошо, это неэтично. А как же быть с животными, которые, допустим, нужно полечить? Их же потом нельзя будет выпускать в дикую природу. Что потом с ними делать? А где, кто, в какой связи вы собираетесь лечить животных? Вы собираетесь ехать в джунгли, ловить животных или их лечить? Я боюсь, что у вас это не получится, или вас они съедят. Да. Не надо лезть к диким животным, все в порядке, это естественный отбор. Если это животные, которые их содержат для того, чтобы их в дальнейшем есть, то, ну, это ветеринарин для этого есть, наверное. Это не акт милосердия, а такая, ну, достаточно циничная, да, игра для людей. Да, игра, да. То есть это, ну, наверное, да, их можно вылечить, чтобы они не страдали, но, тем не менее, их все равно в конечном итоге забьют. Ну, собачки бездомные бегают по улице, это проблема воспитания людей скорее, да. Также и дети маленькие бегают по улицам голодные, и кошечки бегают. Вот, ну, если бы у нас было более тепло, у нас бы, наверное, много бы было разноцветных птичек, да, бездомных. То есть это суть проблемы воспитания. Если мы кого-то приручаем или держим дома, а потом выбрасываем на улицу, то, в первую очередь, это проблема общества, в котором мы живем. Ну... Субтитры сделал DimaTorzok